Трагедия, которую довелось пережить белорусскому народу в годы Великой Отечественной войны, невозможно забыть. Как и невозможно измерить боль утраты. Каждый третий погиб. По меньшей мере 216 деревень так и не восстали из пепла. Мы не успели помогти людям. Я пришел к себе в дом. Его нема. Нема никого. Все излишили. Главный символ всеобщей скорби белорусов – мемориальный комплекс «Хатынь». Насколько малоизвестных деревень с такой же страшной судьбой? Открыть для себя часть из них за несколько месяцев решили представители объединения «Патриоты Беларуси» и телеканал ОНТ. И запустили уникальный проект «Сестры Хатыни». Стартовали в апреле. По асфальту, гравийке и грунту. Сотни километров на автомобилях и мотоциклах. Первая маршрута – деревня Байки. Здесь немцы уничтожили около 120 жилых домов и построек. Заживо сожгли тысячу человек. Очень тяжело находиться здесь. Физически тяжело находиться и эмоционально, потому что все равно ты пространством считываешь этот энергетический провал. Мы из Германии. Это место – это совсем нелегко для нас. Наше пребывание здесь – это способ просить прощения за все и сохранить мир. Деревня Лески теперь один большой пустырь. Дремлёво – чистое поле и рукотворный насыпной курган. А перед ним памятник – образы трёх женщин разных поколений, оплакивающих погибших. Сдержать эмоции невозможно. Полымя, хвойня, верия, борки – «Сестры Хатыни» – это истории, которые есть в каждом районе страны, о которых мы никогда не сможем забыть. На месте уничтоженных деревень участники экспедиции возлагали цветы, устанавливали таблички с QR-кодом, занимались благоустройством. Это всё наши люди. Мы должны это знать, помнить. Это те судьбы, которые не состоялись в биографии нашей страны. Точно так же, буквально недалеко отсюда, деревня Рубеж, 44-й год, правда, 80 лет тому назад, июнь месяц, немцы, отступая, расстреляли большую половину жителей деревни Рубеж, в том числе с фамилией Малашко. И это тоже личная история, которую должны помнить я, мои дети, мои внуки. Участники проекта проехали по всем регионам. Проделали маршрут в 8 тысяч километров. Посетили больше 30 мемориалов сожженных деревень. Завершили маршрут в преддверии Дня независимости в Гомельской области. Деревня Алла. Здесь 14 января 44-го развернулась самая масштабная по числу погибших трагедия. Каратели сожгли и расстреляли 1758 мирных жителей. Из них 950 детей. Такое не забыть и не простить. Говорят, слезы заканчиваются. Я поняла, что нет. И ты опять переживаешь заново и заново. Я надеюсь, такими акциями мы сможем воспитать не только своих детей, но и общих детей. Давайте донесем им вместе эту историю. Мы должны помнить, это надо не мертвым, это нужно нам, живым. Мы должны быть всегда благодарны нашим дедам, прадедам и помнить их. Большая гордость берется за то, что все мы, жители нашей страны, чтим память. И все с очень большим чувством, со слезами на глазах. Некоторые моменты переживают. И видно, что это чисто от сердца. Сестры Хатыни – места скорби всего белорусского народа. Сотни сожженных деревень так и не восстали из пепла. Но сегодня удается восстановить имена и фамилии погибших. Среди них есть и до боли знакомые. Сейчас утверждать с уверенностью, это мои родственники или однофамильцы, я не могу. Хотя корни моей семьи по отцовской линии как раз-таки из этой местности. И бабушка, и дедушка родом из соседней деревни. Буквально 25 километров от этого места. К счастью, трагедия Аллы их обошла стороной. Но им пришлось пережить весь ужас Азаричей. Но, к счастью, они выжили, выстояли. И до последних дней своей жизни учили дорожить миром. И наша задача – не допустить повторения той истории. Помогать стране развиваться, объединяться, как это сделали они. Патриоты Белоруссии несколько лет назад. Сели в автомобили и поехали по стране. Незнакомые люди стали большой дружной семьей, которая дорожит прошлым и смело смотрит в будущее. Их маршрут памяти еще продолжится. Я хочу, чтобы наше дальнейшее поколение понимало это и хранило это в сердцах. И помнило долгую жизнь. Ангелина Дегун, Иван Боровой, Олег Савченко, Алексей Вежновец. Наши новости ОНТ. Субтитры создавал DimaTorzok